Алё, алё, привет, собирай вещи, мы едем с тобой на море. На чём? Сегодня мы будем зарабатывать 24 часа все бабки мира. Алту Миш клянчит? Не знаю, ну вообще да. Ребят, я никогда этим ранее не занималась. Только аккуратно, пацаны. Слой в слой. Можно помочь вам машину помыть? Я трясусь так же, как этот микрофон. Да. Добрый день. Здравствуйте, ребят, а можно у вас кое-что спросить? На тебя так смотрят, вот так прям. Чего? Потому что жарко становится. Давай тоже. Зай, пять! Спасибо! Спасибо! Косарь! Поджимайтесь, давай. Сколько дашь? Раз, два. Денежная. Здесь денежная энергия течёт просто не рекой, а, мне кажется, водопадом. Я просто сейчас прошу, но подвижный выпуск я ищу. Не-не-не-не! Я думаю, что в комментариях напишут, что это самый эскортный выпуск на моём канале. Ребят, всем привет! Приветствую вас на своём канале. Я думаю, вы частенько слышали комментарии, что будет, если блогеры лишатся своих инстаграмов, ютубов, соцсетей и уйдут работать на завод. Так вот, мы сегодня проверяем эту гипотезу, потому что сегодня мы будем зарабатывать 24 часа все бабки мира. Но при этом у нас не будет ни возможности выхода в соцсети, у нас не будет помощи знакомых, друзей, там, каких-нибудь тридевятых братьев, сестёр. И у нас будет бюджет, капитал на каждую команду по 1000 рублей. Команда пацанов Андрей Глазунов, Игорь Павлович и Вадим из синдиката. Команда девчонок Эвелина Луна Ком, Алла Брулетова Пентли. Ну и, конечно, я, как вообще организатор всего этого кипиша. Девчонки, ещё у нас же автомобильный канал и мальчишки, правильно? У меня, точнее, автомобильный канал, поэтому будет возможность пользоваться тачкой своей. То есть всего у вас в сопряжении есть тачка, руки, ноги, голова. И чё ещё? А, и 1000 рублей. И у нас тоже. Да. Ну что, встретимся через 24 часа, мы начинаем этот челлендж. И главное правило сегодняшнего дня, запомните, сегодня деньги не пахнут. Что ж, удачи каждому. Let's go! Киндра, я уже как-то вас знакомила с суперкрутой линейкой моторного масла из Кореи. Зик Топ. Но если кто-то ещё не слышал о нём или не пробовал, вы многое теряете. Я в восторге от этой продукции, потому что при производстве используются высококачественные ингредиенты и современные технологии. Моторное масло Зик Топ изготовлено на основе полностью синтетических базовых масел ПАО, а также базовых масел собственного производства. Разве это не может не радовать? Кроме того, мотайте на ус, что Зик Топ это про-справедливое соотношение цены и качества. Масло премиального качества, одобрено ведущими автопроизводителями, имеет официальные современные допуски и подходит большинству премиальных марок автомобилей. Именно поэтому я заливаю его как в шестёрку, так и в гелик. Ещё и диме его в машину ПАО. Учитывая то, что уже наступает холода, важным фактором является то, что Зик Топ выдерживает самые высокие нагрузки и работает даже в экстремальных климатических условиях. Можете быть уверены, что высококачественное моторное масло соответствует самым современным стандартам качества. Переходите по ссылочке в описании и получите уверенность в каждом километре благодаря Зик Топ. Что по условиям и ограничениям? Условия такие, ты не можешь пользоваться помощью друзей и знакомых, то есть ты не можешь написать через свои соцсети, и чувак, скинь мне бабла, там, побольше, там, завтра верну. Такого нельзя. А я могу приехать и сказать, типа, можно там колеса перетащить, машину помыть? Это же работа. Это работа. То есть поработать, типа. Да, но заранее им написать, типа, чувак, прими меня и дай мне заработать побольше бабла, такому не может быть. По факту приехать надо? А, ну окей. Типа, по факту приехать. И соцсетями нельзя вообще никому пользоваться. Все, я вам выдаю ваши... Кто у вас лидер будет? Он. Держи. Решили. Лидер? Все, это ваш капитал на сегодняшний день. Не п***йте на ставках, ладно? Какие не поставят эту тысячу и заработают больше? Оу, щит. Мне кажется, я им подсказала какую-то классную идею. Ну ладно, мы выдвигаемся. У меня сразу появилась какая идея. Есть Эдвард Билл. Так как ему звонить нельзя, мы просто тупо к нему поедем. Почему к нему? Потому что он щедро платит за работу. Это, во-первых, да? То есть, как бы, ну, он такой меценат у нас. А во-вторых, он живет в загородном доме. Я там неоднократно был, поэтому я знаю адрес. Просто на шару туда, к нему. Вот. Ну, заработаем косарь, заработаем. Если нам ворота никто не откроет, значит, мы просто продали час времени. Наш конь на сегодня это мой С-класс. С-63. И прыгаем. И выдвигаемся к Биллу. Дальше разберемся. Сейчас у нас будет брейн-шторм. Что же мы можем сделать такого за день, чтобы заработать побольше бабла? Девчонки, давайте не равняться на 500 рублей, на 1000. Да, у нас есть 1000 рублей до по. Но, как бы, я думаю, сегодня заработать, ну, минимум 50 тысяч. Еще больше. Минимум, говорю. Ну да, 100 нормально будет. Я думаю, что можно подходить к людям и, например, говорить, что мы можем с ними сфоткаться. Нет? Мы с тобой сфоткаемся, а ты гони нам бабки, да? Мне кажется, было бы классно подходить к людям и говорить, мы классно умеем фоткать, мы уличные фотографы. Да, уличные фотографы. А где тусуется молодежь богатая? На Патриках. Мы можем поехать на Патрике, ловить оттуда людей и говорить, мы прокатим вас на Гелике. Давайте сделаем такси на Гелике. Вот, я и говорю. Реально. А давайте спросите меня сначала. Это, кстати, тачка Аллы. Алла, но сегодня твоя тачка должна послужить на службу нашего профсоюза женского. Мы можем поехать мы в машину. Давайте поедем на автомойке. Кстати, реально мы можем. Мы замерзнем. Ну да, мы замерзнем. Мы можем на закрытой автомойке поехать. Можно поехать в Кристалмойку, допустим, и попросить там. Нам надо поехать на Патрике. Нам нужно поехать на Патрике, когда будет уже время. Типа сейчас двенадцать, там особо нет людей. Нужно ехать ближе к трем-четырем. То есть я бы там закончила. А давайте потоки, короче. Давайте просто ехать и знакомиться, и просить баб. Давайте реально. Вообще, Зай, мне кажется, я думаю, что в комментариях напишут, что это самый эскортный выпуск на моем канале. Че подслушиваешь, а? Кыш-кыш, давай. Иди, иди. Самый эскортный выпуск. О, знаешь че? Пусть Палыч зачитает, представил о том, какие они лохи. Девчонки, наделите серьезная тема. Нужно поднять бабок, и это не проблема. И пусть это сейчас выглядит чуть подло и чуть мило. Поедем мы шаманить на хату прямо к Биллу. Но есть одна проблема. Меня поймет народ. Эдвард Билл, быть может, нахуй пошлет. Но если не пошлет, если он не санный бедник, мы что-то там сделаем, и он нам дает денег. Вы проиграете. Проиграете. Алла, ты умеешь клячить? Не знаю. Ну, вообще, да. Все, Зай, отлично. У нас такая звезда в команде. Я думаю, что мы 100% выиграем. Ну что, ребят, girls power. Раз, два, три, погнали! А ты в фитшоте каком-то, да? Да. Значит, мы будем сегодня отрабатывать вырезами. Ты можешь вот здесь повернуть? Весит. Прямо сюда заезжай. Ну, у нас вырезы. Когда вырезы есть, сразу денежное какое-то мышей не появляется. Давай попробуем. Давай посмотрим, кто больше заработает. Кто больше выбросит денег? Из нас. Из нас три. Ребят, мы делаем все в сугубо развлекательных целях. Это не способ заработка. Это реально сугубо развлекательные цели, чтобы вам было смешно смотреть, окей? Конечно. Мне кажется, если бы они оказались в такой же ситуации, они бы делали то же самое. Ребят, вот посмотрите. Если бы я выпрашивала так денег, у меня был бы нормальным инъем. Окей? Да. Нам нужны М-ки, нам нужны АМГ-шки 6.3. Вот такие ребята нам нужны как раз. А вот такие вот нам, ну что они могут? По 50 рублей. М-8. Вот М-8 тоже. Да, да, да. Согласна. Я такие редко вижу. Так, я предлагаю снять свитшот, потому что сейчас жарко становится. Давай тоже. Не будем. Давай. Давайте мы сначала едем на Тараса Шевченко, потом мы едем на Патрике, и потом мы ищем мойку. А давайте сначала мойку найдем. А если в ЦУМ пойти? На самом деле это бред думать, что богатый находится там, где все дорого. Типа не всегда. Ты богатый везде. Так, ну можно уже, если сейчас мы в потоке кого-то найдем, можно его тормознуть и попробовать попросить деньги. Просто рэкетир маленький сидит такой, рэкетом хочет машину либо бабки, либо жизнь твоя. Да. Ну смотри, соцсетями пользоваться нельзя, так-то нам собрать до хрена народу вообще не проблема. Хорошо. Что у нас относится к категории соцсети? А что у нас относится к категории мессенджеры? Мессенджеры. Ха-ха. Угу. Вот она, вдалеке. Это старые М5, но... Ребят, мне кажется, нам на Камре даст больше, чем на М5. Нет, нет, я тебе отвечаю. Вот М5 едет. Ребята, баба едет. 100%. Какая баба? Нет, это грамм. Хотя, блин. Кто там, посмотрите. Мужик. Мужик. Да кто? Мужик, кстати. Да нет, он типа... Давай, давай, пробуй, пробуй. Ау. Опусти стекло, опусти стекло. Ты опускай, ты опускай. Здравствуйте. Мы тут ролик на YouTube снимаем, 24 часа, кто быстрее больше заработает. А у вас нету типа 300 рублей дать? Есть? А можете дать, пожалуйста? Да, просто. Спасибо. 1000 ванг, спасибо большое, хорошего вам дня. Спасибо. Девчонки, реально работают, спасибо. Хорошего вечера. А я говорила, что... Я здесь такой хороший. Я говорила... Здесь 1000 рублей. Я говорила, что ребята на М5, ну ладно, ребята на бэхах всегда располагают деньгами, потому что очень дорогое обслуживание. Вот я про это же, я думала, что они все деньги вбухивают на то, чтобы чинить, постояла тачку. Он такой хороший, такой добрый. Он спокойно сказал, да, и я попросила 300 рублей, он дал тысячу. Вон Ауди едет, смотри, какая. Блядь, мы так не повернем. Стоять, аккуратно, вот, пожалуйста, вот так, не бей машину. Да, они так бьют, вообще ничего. Да, просто стоят, думаю, блин, жалко машине. Блин, такой хороший, я не могу. Он еще хорошего вечера нам пожелал. Так, нам надо больше стопать, ребят. Первая тысяча заработана. А можно так на этом монтаже? Но когда мы берем деньги и ничего не даем взамен, как будто бы я чувствую себя не очень в этот момент. У вас нет такого ощущения? У них карма. Плюс карма тысяча рублей, сто процентов. Думаешь? Ну, блин, ну не знаю. Я ко мне иногда дети выходят, я тебе хочу. Давайте что-нибудь, может быть, взамен, давайте купим чупачуксы. Чупачуксы купим, мы будем взамен отдавать. Так будет прикольно. Мы уже заработали тысячу рублей. Какая прекрасная сегодня. Сегодня погода, правда, шикарная. Спасибо Владу Куэртону за такое погодосостояние. Погодосостояние. Спасибо Владу Куэртону за такое солнцостояние. Алла Бенли. Удавшись. Зайка. Она увидела Бенли. Алла, давай. Проси. Алла, проси. Да нет, она не сможет попросить. Блин, он по телефону разговаривает. Смотрите, он спит. Ну ладно, мы не будем его. Да. Давайте все. Не хочется. Он-то стеснялся как-нибудь? Блин, Бенли. Бенли это любимая машина Аллы, она попыталась. Сегодня еще такая хорошая погода, поэтому у всех хорошее настроение, поэтому я думаю, они будут более, более щедрыми. Нет, мне кажется, они не дают. Давай, попробуй. Попробуй, отточи навыки. Скажи ему, что опусти стекло. Вот так, ручку покажи. Да не, он не даст. Он засыпался. Зайна, ты попыталась-то, молодчинка большая. Это нормальная машина, что это за хрень китайский? Это корейский сад, но ты была. Там примерно одно направление. Ну все, Рик. Давайте мы его задолбаем. Все равно, мы будем сзади, поздроемся. Да нет. Пока не дашь бабок, мы не останем, да? Мы приехали к Биллу на шару просто, блядь. Посмотри, вот эту. Слушай, а может мы сани, сани типа продадим? Блон, бллон. Слушайте, вот смотрите, вот он сразу видно, что Билл пранкер. Потому что вот смотри, там звонок, а тут вот как? Вот просто колючки, я же помню. Так, сейчас, аккуратно. Смотри, вот так вот. О-о-о! Приезжать человек был. Вот, что-то открывается. Е-е-е-е! Кажется, там труп в спакете. Что это за за... Ой, здорово, а где Билл? Куда? Не денег надо заработать. Да, есть какая-нибудь работа. Вот мы что-то сделаем и что-то заработать. Вот что-нибудь. Там сани перегнать, например. Да, там, не за что-нибудь. В СТО. Короче, нужно перетаскать дрова. У нас камин есть. У меня есть перчатки. У нас есть камин, и мы в него подкидываем иногда дровишки. Кайфы. Да, и нужно их аккуратненько разложить. Мужчина проверяется делом, а не словом, как говорилось, Кандибобер на голове. Безумно можно быть третьим. Вот у нас камин есть. И дрова мы складываем вот так вот, вот до сюда. Я по стене. Смотри, но нужно разложить в два. То есть сюда и сюда. Изи-картка. Ой-ой-ой-ой. Рабочая? Он полностью расстроен, короче. Серьезно? Ну. Не очень он. Не очень. Отойди. Смотри. Так, ладно. Давай, работаем. Времени нет. Только аккуратно, пацаны. Слой в слой нужно складывать. Я, кстати, не удивлен, что именно дрова попросили. Потому что к Биллу как не зайдешь в историю. У него то Камила дрова таскает, то он. То есть, типа, тут больше не х*** заняться. Лайфхак. Грузим сюда, короче. И с двух сторон как на носилках унесем. Просто непонятно, насколько картонка прочная. Пойдет. Пойдет. Только проблема того, что КПД наше меньше так. Согласен. Когда работаешь в команде, ну, по одному. Вот все говорят, там блогеры белоснежки. А мы так-то нет-нет, что-то умеем. И, типа, ну, в кайф, без напряга. Еще вот, все. Все. Белые носки. А я знал, что надо черные носки делать. Андрюха так эстетично кладет. Смотри, он местами даже мизинчики оттопыривает. Отвечал. Вот если бы он был кондитером. Эстет-кондитер. Это было бы просто. Ты ему оставь там для глаз. Вот сюда на е***ть не положи еще. Все, он тебе тонировку пятаком сделал. И упадет сюда. Стой, погоди. Куда вы? Бля. Блин, нам бы вот эту х*** отцу. Убрать бы. Уходим с об нее спотыкаемся. Сами же себе проблем создали. Ты за себя говори. Я не спотыкаюсь. А самое интересное, мы краем уха слышали, куда собираются девчонки. Но они не слышали, куда собрались мы. Два варианта. Либо мы сейчас уйдем в отрыв, либо мы будем в ж***е. Но в любом случае, лично для меня, Эдик очень много всего хорошего сделал в этой жизни. Я очень ценю, уважаю как друга. Поэтому, даже если он нам не даст и скажет, пошли отсюда наш, я просто помог другу за все хорошее. Короче, мы почти вот так вот один ряд сейчас дособираем. Я же просто вот это положу сюда. У нас один ряд будет готов. Да, еще один такой же здесь рядом. Ааа, спина! Ничего, Михалыч, когда на вахту уезжаешь? Завтра! Ааа, я же говорил, что оно съ***ется, блядь! Я же говорил, хватит! Тренировочка подоспела. Не планировал сегодня. С нашим капиталом выходим купить в магаз сладенького, чтобы не просто за так просить, да, бабок, а просить их за какие-то вкуснятины. Вот, давай вот это. Упаковку, да? Ну нет, мы откроем и будем. А, и будем по одному твиксану продавать. Да, но просто здесь нету такого. Или смотри. И 225 рублей. Давай возьмем вот эту упаковку и вон все две. Давай, вот это получается у нас 500 рублей? Ну почти, ну короче, на самом деле это... Ну уже, 700 рублей уже. Ну мы будем по одному давать. Да? Да. Нам не хватит, наверное. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы ролик на YouTube снимаем. Блин. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, мы ролик на YouTube снимаем. А вы не можете нам 100 рублей дать? Ну просто у нас челлендж, кто больше заработает. Прикиньте, я сейчас заработаю 100 рублей. Спасибо вам большое! Всего вам хорошего! Ребята, я заработала 100 рублей за одну секунду. Вот я думаю, на Porsche. На Porsche. На Porsche. Девочки, они уехали? Я так и знала, у меня никогда не любили девочки, кстати. Наклянчила 100 рублей. Ребят, вы так можете? А вот сколько будет купить вот эту вот всю такую вот упаковочку? Там получается... А, 1,85 стоит. Нормально, давай. Мне кажется, что надо в этом плане ставить на количество. Давай вот это, давай. Давай. Нам вот это и жвачки. Скажите, сколько у нас тысячи рублей остается в даче? Мне с математикой все плохо. 609 рублей. Можно еще на остаточку. До свидания. Все, теперь у нас есть загашник всяких жвачек, вкусняшек, которые мы можем отдавать и за них просить денежку. Ура! Let's go! Интересно, Алла, у кого-то попроси? Алла, мы... Алла, просим? Здравствуйте. Мы ролик снимаем на YouTube. Кто больше заработает? А вы не могли бы дать сколько можете? Ну, вы как заработаете? Ну, хотя бы 50 рублей. Давайте вы мне заправите вот машину, я вам дам. Давайте. Давайте. А можно я машину заправлю? А вот на сколько? Ну, на сколько? За полного. За полного. Я заправила! Спасибо! Еще соточка. За соточка 200 рублей за 5 минут. Спасибо большое! Хорошего вам дня! Вот, держите. Вот, лучше человеку угостить, он же заработал. Давайте мы вам жвачку дадим. У нас уже 1200 рублей в банке. Ура! У меня цель, чтобы нам дали не вот эти вот 100 рублей. Ну, нет. 100 рублей это тоже деньги, но я хочу, чтобы нам дали 5000 разом. Ну, ты прям наметила, наметила на большую ставку. Чтобы, знаешь, стартануть, так сказать, нормально. Ставки слишком велики. А что, будем? А можете опустить? А можете? Пожалуйста, пожалуйста. Да-да-да. Здравствуйте! У нас сегодня такая цель. Нам надо заработать за сутки денежки, но без труда. Да. А вы можете дать, да сколько дадите? А мы фрутеллу вам дадим. Да, но мы не просто дадим. Да-да-да. Все. Выходим. Так, деньги в банк. Спасибо большое, добрый человек. Зай, дай, дай! Спасибо! 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 Я знала, что вы дадите. Спасибо! Спасибо! Зай, держи! Спасибо! Работает, реально. Он такой, ну ладно, дам. И я просто вот об эту решетку-то дам. Я ведь. У нас уже есть 6200, вы понимаете? 6200. Нам нужно... Давайте ставку поставим на какую-нибудь игру. Вот и в него пройдемся бабки. Ну блин, на самом деле я в шоке, что он 5000 дал. Реально. Это денежное мышление, Зай, ты послала в космос? Ау, ау, рэнш, ровер, давай, обгоняй его. У него номера еще РВХ. По сигналю? Давай, 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 остановим. Давай, давай, давай. Здравствуйте. Чуть-чуть, ау, здравствуйте. У нас сегодня такой день, нам надо заработать денежки. Без труда. А вы можете дать 100 рублей хотя бы. Ну ладно. Всего хорошего, до свидания. Мы сейчас едем на Кутузовский проспект, где есть кофемания. Блин, на самом деле это реально... Нас захейтит просто. Потом мы будем работать уже руками, ребят. Там моечка. Вон мужчина хороший станет. Видишь? Ой, да. Вот он может дать. Иди. Держи и жвачку, держи. Вот, вот, молодых людей идут. Вот, они могут дать. Здравствуйте. Мы снимаем ролик. Кто больше попросит денег, можете, пожалуйста, сколько не жалко дать? Что можно сделать? Просто денег дать, сколько угодно. Мы снимаем такой рукой. Давайте мы вам жвачку, а вы нам денежку. Мы просто снимаем челлендж, чтобы больше заработать за 24 часа. У нас команда сейчас другая играет. И это очень... Может быть, 50 рублей, 100, вообще сколько угодно. Да, любое количество. Может быть, в машине есть. Нет, в машине есть. В машине есть. А машина где? Может быть, вы на карту можете скинуть, потому что это так странно, но... Пойдемте, пойдемте, машина. Сейчас нам дадут денег, ура! Так зарабатывать не надо. У нас прям крайние меры, но что не сделать? Спасибо большое, 500 рублей. Спасибо, это вам. Спасибо большое. Хорошего вам дня, до свидания. Мы захватили 500 рублей. В одной очень известной кафешке мы выберем один стол, подойдем и попросим денег. Сколько есть? Мы просто снимаем YouTube и... Ой, спасибо огромное. Спасибо вам большое. Куда летали на тыж? Он 5 тысяч дал, и все, даже ничего не сказал. Серьезно? Ура! Девочки, мы, мне кажется, движемся в хорошем направлении. Здравствуйте. Пожалуйста, умоляю. Здравствуйте. У нас... А давайте... У нас есть очень вкусная вкусняшка. Да. Жвачка. Мы снимаем ролик на YouTube, кто, короче, нам больше даст денег. Мы не должны дать. Ну, никто отдаст больше денег, не слушайте. Вот сколько... Я могу вас знаю, нет? Сколько вы хотите, понимаете? Бентли. Да. Да, это я. Вот за сколько вы дадите за ее творчество? Сколько вы дадите за ее творчество? Сколько вы можете? За жвачку. Любое количество денег, хоть 10 рублей. А перевод работает? Да, работает. Спасибо! Вы решите, что упало к нам на счет. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы заметили, сколько я людей вижу, которые могут нормально заплатить? У тебя просто настолько драйвовая атмосфера, что... Хорошая мамня. До свидания. Я аж вся плевалась. Хотели попросить вас денег. Хотели сколько угодно. 10 рублей. Ой, как холодно. Мы снимаем в YouTube, и у нас челлендж, кто даст больше денег. Не можете дать хотя бы 50 рублей? А мы вам жвачку дадим. Спасибо большое. Хорошо, а мне. А почему только я этим занимаюсь? Я не понимаю. Слишком тяжело зарабатываются деньги. Я сейчас подарю цветы и попрошу за них денежку. Можно я вам за цветочек дам цветочек, а вы мне какую-то денежку? Спасибо большое. Спасибо. Хорошего вам дня. До свидания. Ну что, пацаны, там это, сдохли уже от голода, от не менее бабок. По-братски, главное, чтобы у вас все хорошо было, девчули наши. Мы уже первый свой миллион заработали за сегодня. Миллион? А мы уже заработали полтора. Полтора. Мы просто очень умеем просить. И у нас очень английские глазки. Слушай, у вас на самом деле изначально преимущество есть, потому что вы три красивые девочки, и вам просто красивые глазки могут дать денег. А нам приходится, извините за выражение, еб... шить. В принципе, как по жизни, да, Игорян? Ну да. У Глузунова осталась одна почка. Думай, да. Или пусть поживет еще, походит. Левое яичко уже на операционном столе. Ладно, давайте, ребят. Удачи вам. Точнее, нет, удачи нам, а вам неудачи. Пока-пока. Короче, сидим, ждем Билла. Типа, я ему написал, набери срочно. Он говорит, сейчас наберу через 20 минут. То есть мы 20 минут времени просто теряем сейчас сидим. А у него какие-нибудь эти... Ну, там же вот это Мамура есть, а Мага есть вот это вот? Мага есть. Давай, короче, я сейчас оденусь в Магу. По видео позвоним, и на него буду... Это его штаны, да? Вы, блядь, устроили эту заварушку здесь? Барбарды не хватает. Это что за заварушка? Э? Меня Мага называют. Магазин вы. Только без... Слышь, говно... Слушай, как бы тебе сказать... Короче, не спрашивай, что мы... Что ты делаешь, у меня дома? Вот у него спросили. Этих ко мне вопросов не нужно. Это так спонтанно произошло. Короче, ничего не спрашивай. Вот просто есть мы. Мы приехали на шару, мы думали, ты дома. И, короче, мы спросили у твоего помощника, типа, что можно поработать, поделать? И, короче, своим вот такую тему сделали. Вот. Мы притащили все дрова, короче, и вот сюда разложили. Вот. И, соответственно, теперь главный вопрос. Мы не будем просить что-то конкретное, но просто там пацанов на чай что-нибудь взгрей. Вот у нас... На чай? Да. Какой чай зеленый хотите ли? Связь почему-то... Вот знаешь, что он просто режим самолетик включил. Что, 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 какой чай хотим? Какой чай зеленый вам нужен? Пусть знает. А какой ты чай хочешь? Не, лучше оборотный. Оборотный чай есть у тебя, брат? Оборотный? Есть у меня оборотный чай. Короче, вот. А, ты переведешь или так, да? А, выдаю людям четыре купюры Хабаровка. Двадцатку, понял. Есть. Нормально. Спасибо. Спасибо. От души, Эдик, от души. От души. Уважей, он будет димитик. В принципе, это, ну, вообще, зашибись на самом деле. Ты, ну... Не, ну, короче, двадцатка в целом нормально. Не, на самом деле за объем дров в целом, как будто бы, если наколом, то норм. Ну, да. Мы как будто бы их накололи. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть, ну, прям, ну, прям нам хорошо заплатили за эту работу. Ну, да. Угу. Найс. Так, ну, короче, у нас есть 20 тысяч рублей, ни хера времени, поэтому я предлагаю... 21 тысяча. 21 тысяча, да, поэтому я предлагаю сейчас просто поехать в центр. Я там что-нибудь пофристайлю. Я просто как же учил, что колонку надо взять, она у меня всегда с собой. Итак, с начала челленджа прошло всего полтора часа, а у нас уже в банке почти 30 тысяч. 28 700. Ура! Но сейчас мы едем зарабатывать бабки своим ручным трудом. Я думаю, что вы уже догадываетесь, что мы будем делать. Сейчас пойдут комментарии. Ладно, мы будем мыть тачки. Надеюсь, нам позволят помыть чужую тачку. Позволят, конечно. Мне кажется, они после этого не будут мыть свою машину еще год. Сейчас спросим у тракториста, не нужна ли ему помощь. Ой! Здравствуйте! А можно открыть дверь? Подскажите, а вам помощь не нужна поработать на тракторе, на эскаваторе? Может, нужно что-нибудь? Точно? Ну, хорошего вам рабочего дня. До свидания. Здесь моются таксисты. Нам нужно подождать, пока заедет таксист и предложить ему полностью помыть ему тачку. Я хорошо мою. Я когда мы с Димой снимали 24 часа, я ему говорю «да», он меня заставил мыть машину. Здравствуйте! Извините, а можно помочь вам машину помыть? Вы же приехали машину мыть? Да. Можно я ее вам помою? Да. А вы мне какую-то денежку символическую заплатите? Можно? Да. Все. Отлично, хорошо. Можете выходить, я все сделаю. Все в повысшей категории. Так и здесь же тоже нужны деньги, да? А можно денежку, чтобы я помыла? Укрутить 20 рублей? Денежку возьмем из нашего банка и потом ее приумножим. Мои дорогие счетоводы, давайте денежку, мне 200 рублей, я помою тачку и заработаю нам больше. Справа вот в этом, в сидении. Все, я пошла зарабатывать нам бабки. Кушай, кушай. Чему не нравится? О, да. Все, запускаем. Короче, после тепла дров, хоть это физический труд был, сейчас будем работать моим скиллом и ртом, да, все правильно. Вот, причем мы с Андрюхой немного по-разному это будем делать. Да, я буду говорить. А я буду зазывать и туда, и туда. Да, мы взяли колонку, мы идем к ЦУМу, и сейчас будем пытаться продавать фристайл. Я не знаю, как это назвать. Короче, идем ловить кринжа. Ребят, стойте, стойте. Давайте зафристайли про вас. Вопрос, смотрите. Я что-нибудь про вас зачитаю сейчас, да? Можете там снять себе, напомнить еще что-то. А вы нам что-нибудь на чай дадите. Не важно сколько, хоть там, хоть рубль. Как тебя зовут? Ваня? Ваня, Дима? Ваня, Дима, Саша? Сеня. Сеня? Кэп. Как? Кэп. Полный имя не запомнился. А давай рискнем. Капитализм. Ты чем увлекаешься? Бассейн. Ваня, бассейн, а ты? Давай физика. Физика. Отлично. Тема залетела, сказать необходимо. С нами здесь сегодня Ваня, с нами здесь Дима. Мы продолжаем дальше. И я скажу четко, он плавает брасом. Это бассейн, что-то дам. Хотя на самом деле с другими не сравнимо. Знаю то, что физику обожает Дима. Посмотрите всем, я походу прав. Это серая шапка и в клетку шарф дам. Хотя на самом деле я скажу за то. Это вроде парка, а вроде бы пальто. Но на самом деле сказать необходимо. Это просто Кэп или Капитолина. Капитолина сегодня с нами в Толстовке Красной. Ты снимаешь на Android, значит все прекрасно. Уверен, у тебя очень много камер. Короче, ты на зуме чувствуешь себя шикарно. О, короче, у нас есть шапка. Можете что-нибудь туда кинуть. Чис-символическое. Так, так, так. Все, спасибо, ребят. Так, итак, какой у нас куш получился? 200. Так, если бы я только этим зарабатывал, я бы просто сдох от голов. Короче, тема с фристайлом прикольная. Но если бы сейчас было теплее, а если бы мы поехали куда-то в парк Горького, было бы еще круче. Привет, мы сейчас пытаемся заработать денег. Давай мы сейчас тебе что-то зачитаем про тебя. Ты видосы снимешь, у тебя будет крутой видос. А ты, ну, если захочешь, можешь нам что-нибудь начать. Хоть рубль, хоть там, ну, как... Я бы ссылался в ученоличке. Брат, у нас карта есть. Мы цыганки. Мы у цыган подсмотрели. У нас там терминал есть просто. Вот с Бертом достали. Не, ну, давай просто про тебя что-нибудь зачитаем. Как тебя зовут? Дима. Дима. Сколько тебе лет? 28. 28? А чем увлекаешься? Автозауэч. Ооо, это классный момент с другими, он совсем несравнимый. Это шапка бакса бани с нами сегодня. Дима, это Дима, серьезный парень. Да, без этого вовсе нельзя. Ведь у тебя красивая жена, значит, есть семья. А еще, знаешь, вылетают киловатты звука, потому что ты любишь, когда машина орет, как будто бы... Но это все не важно. Ты реально классный, четкий парень. Ты в автомобильной движухе, меня совсем не парит. Мы сегодня фристайлим здесь, на этом классном сквере. Со мной вот этот вот парень Вадим Иоанн не верен. А еще, чтобы было круто, без всяких лишних слов, мы обязательно имеем в компании Кринжа. Это Глазунов. И мы качаем сегодня. Короче, это очень здорово. Оператор замес по эту сторону забора. Это фристайл аккуратный, уверен, он залетает. Мило, как мой фристайл в тебя, так в него опилки. Короче, такая тема. Ну, видите, у человека налички не оказалось, к сожалению. Мы как-то тоже не... Ну, просто у тебя видос на память есть. Отлично. А что ты хотел? Давай, давай, давай. А, давай, без проблем. Надо, по-моему, было не на фристайле поднимать, а на фотках, честно. Ребята, смотрите, что мы нашли в машине у Аллы. Это стеклоочиститель без контакта, не пачкая рук. Короче, мы просто будем чистить фары, кому-нибудь. Мы будем? Да. Будем. Надо сказать спасибо моему водителю, который купил это. Спасибо большое водителю Аллы, что я просто нашла это сокровище буквально у нас в ногах. Вау! Итак, мы приехали на Патрике. Это самое центрообразующее место Москвы. Денежная. Здесь денежная энергия течет просто не рекой, а, мне кажется, водопадом. Конкретно здесь мы хотим помочь людям именно с их фарами, почистить их и за это получить свою долгожданную денежку. Более того, и пофоткаться, мы будем еще фоткать людей. Нужно сейчас выложиться максимально сильно. И более того, мы потом сделаем одну классную вещицу, поэтому не перематывайте, смотрите до конца этот видос, потому что то, что мы собираемся сделать на этой тачке, вас сильно удивит. Хотели предложить вам помыть машинку. Фары. Фары. Да, чтобы вы дали какую-то символическую денежку. Можно перевод, можно наличкой, как удобно. Пойдем. А как это? А я не знаю, вот так. Ты уверена? Нет, это прям хорошая штука, мы сами моем ей нормально. Смотри, как хорошо, профессионально делает. Ребят, я никогда этим ранее не занималась. Даже в своей машине. Ты что такое говоришь? Мы профессионалы этого дела. Итак, у нас в банке плюс 500 рублей. Хорошего дня, до свидания. Вы не заняты? Да, не заняты. Ну, пожалуйста. Здравствуйте, не уходите, пожалуйста. У нас YouTube идет. У нас сегодня 24 часа. Можем стишок посчитать. Нам самую максимальную сумму давали 15 тысяч. Давай 20 тысяч, да? Спасибо большое. Что за добрые мужчины? Спасибо большое. Можем сфоткать вас классно. Вы станете как Макан. Хотите? Вот надо шею головной напрячь. Так, смотрите, занижаем экспозицию. Сейчас мы сделаем красиво все. Занижаем экспозицию. И фоткаем. Фоткаем. Да, да нет. Ага, все. С вас тысяча рублей будем дать. Спасибо большое, пока. Ура, мы сделали фотку за тысячу рублей. Девчонки. Блин, вот парень какие-то... Да, конечно, давай. У них есть плакат. Давай выпьем по бокальчику. Простай, как вам. А можно у вас этот плакат изложить? Серьезно? Реально? Да. А что у вас еще там написано? Не жди завтра. Не жди завтра, сделай фотку сегодня. Может так? Спасибо большое. Это неописуемый вклад в наш канал. Мы можем вам сфотографировать, спеть, станцевать. Помыть машину фары, если у вас есть машина с собой. Есть машина. Да реально? Да. Давайте мы помыть фары. Хотите? Нет, тут другого. Реально, можно помыть фары. Пойдем. Пойдемте. Так, где ваш железный конь? Вот здесь земля. Я просто сейчас подошел, но подвижка и быстро ищу мужа. Нет, 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 нет. Не жди завтра написано. Мужа я не ищу. Пришли. Отлично. Давайте посмотрим на фары. Оценим ущерб. У вас еще она и запотевшая, по-моему. А нет, это не запотевшая. Она просто грязненькая такая. Смотрите. Да нет, они же по бокам, нормально. Все, ребят, смотрите. Делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Блин, это так, это так прикольно. Смотри, она очень чистая становится. Оп, 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 оп и оп. Можете оценить результат? У вас очень. К сожалению, всю машину помыть не могу, но хотя бы вот так. Да. Волнительный момент. О, две тысячи. Спасибо, ребят. Можно я вас обниму? Хорошего вам дня. Валерина. Все, спасибо. Я трясусь так же, как этот микрофон. Да. Самое обидное, что в итоге мы можем проиграть из-за того, что пацаны поехали к блогеру. А нам изначально сказали, что типа, блогер не надо ехать. Я видела все эти, знаешь, все эти как бы истории, когда ты идешь по баттернам вот с этой вот табличкой. Не жди завтра. Или, знаешь, дай денег можно написать. Давай написать, дай денег. Дайте денег. Мы снимаем челлендж, пожалуйста, остайтесь. Что, здесь тачка есть, либо я могу вас сфоткать, а вы просто дайте какую-то символическую сумму. Аж 500. Блин, бро, спасибо тебе большое. Давайте, давайте сфоткаемся. 500 рублей в кассу. Можно мы вас сфотографируем или мы можем вам стишок рассказать, например. Да, давай скину. Сколько скинул? 500 рублей. О, чил. Сколько дадите? Сколько не жалко. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Добрый день. Здравствуйте, ребята, а можно у вас кое-что спросить? Просто вы не представляете, иногда идешь, просто даже не успеваешь вопрос спросить, но тебя так смотрят. Вот так прямо, особенно, особенно когда парами идут. А ты к парам подходишь изначально, просто задавай какие-то обычные вопросы, типа, здравствуйте, можно там, типа, не против, если вас снимают. Я хочу, чтобы нам девочка дала, давайте, кстати, поставим новую цель, чтобы нам дала девчонка бабки. Чтобы девочки давали деньги, надо, чтобы парни просили у девочек денег. Но если бы ко мне какой-то красивый парень подошел и попросил денег, ну я бы ему, наверное, дала на денег. Ауа, я тебя обожаю, я тебя так обожаю, чтобы знала. Осталось чуть-чуть, у нас просто осталось час ровно. Блин, как красиво, ребят, это пипец. Я так люблю Москву. Кто я? Как тебя зовут? Влад, чем увлекаешься? Чем? Отлично. Дядя, а тебя как зовут? Даша. Даша, чем увлекаешься? Какими? Современными. Современными? А я КМС по-бальным. Так, Даша, танцы, Влад, расп... И... Милена хип-хоп. Милена хип-хоп. О, щет. И я добавить рад, с нами классный парень, раздолбай, Влад, потому что знаете, без всякого сомнения, я знаю, что у Влада нет увлечений, да. Мы продолжаем дальше, тут не докопаться. Даша обожает современные танцы. Это очень здорово, она тут чемпион. Неплохо танцевала, заработала айфон. Посмотрите всем, будто бы из пепла. Она восстала сегодня, да, Милена. Милена с нами здесь, повелитель поп. Она не просто тверкает, она танцует хип-хоп. И поэтому сегодня мы качаем здесь. Продолжаем дальше, мы ведь не близким. Я смотрю на тебя, я проколол соски. 300 рублей. Спасибо большое. Дай 5. У кого у нас уже 50. 500. Интересно, насколько сотен тысяч девчонки сейчас. Они просто, мне кажется, приехали куда-нибудь в центр, просто вышли из машины, говорят, а можно вас на свидание пригласить? 100 тысяч. Это ладно, хорошо. А мы тут дрова таскаем, рэп читаем, вот эта всякая херня. Девочки. Мы очень про вас рэп зачитать. Хотите мы про спейсинку споем? Хотите удивиться? Да как это, нет. А в благотворительность верите? А в кринж? Давай, как тебя зовут? Влад. Влад, чем увлекаешься? Лего. Лего? Люблю Лего. Влад, Лего. А сколько тебе лет? 22. Ну, отлично. Продолжаем дальше, меня поймет братва. С нами здесь Влад, возраст 22. Что еще добавить, он пока что без наш Лего. Но дома 24 на 7 любит Лего. Лего это круто, я скажу так. Если это Star Wars, это true знак. Хотя на самом деле мы овации просим. Цифры 11.3.8. Но на самом деле все не так. Я хотел сказать, пи***ь, это все ништяк. Спасибо, спасибо, ребят. Удачи вам. Сколько у нас там уже? 600. 600. Сейчас холодно. Люди, типа, они как бы откликаются на всю эту историю, но... Тяжело. Тяжело, да. Тяжело идет. Когда мне вот холодно, например, я стараюсь, если куда-то иду по улице, я иду из точки А в точку Б. Чем ты занимаешься? Мошенничество. Ну, а что это значит? Тяжелчик чисто. Я скамом занимаюсь, и ничем больше. Продолжаем дальше, и карта просто бита. С нами Алексей, и с нами здесь Никита. Алексей, знаешь, без сомнения, получает образование в учреждении. Это здорово, скажу я тебе так. Хотя на самом деле, салам пополам, правоохранительные органы, он любит скам. Обратите внимание, туда зайди, они тебя сразу вычислят по Face ID. А тут стоят ребята, и им просто расплюнуть, они друзья ваши, курточка от Пумы. А еще, знаешь, судьба совсем зараза, я вижу у него толстовка, а на ней стразы. Продолжаем дальше, с нами здесь пара, это Влад и Милена, как будто под гитару залетают эти рифмы. Я тебе клюнусь, военная профессия, я у него учусь, хотя на самом деле продолжаем дальше. Ваня любит ее без боли, без фальши, потому что у него бурлит в жилах кровь. У них отношения, это значит любовь. Косарь. Все, пацаны, пойдемте кушать. Да, реально. У нас, короче, команда, вот из таких прекрасных блондинок и брюнеток, нам надо за 24 часа собрать как можно больше денег. Мы можем тебе станцевать, что угодно делать, либо подобрать лук, тебе можем. Или подобрать лук, да. Чтобы они не знали. Давайте поджимайтесь. Поджимайтесь, давай, сколько дашь? Дверь еще. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Спасибо тебе за вклад Правда, еще ты не вложил, но спасибо за вклад Спасибо за вас, Слава, наш ролик Обнимашки, обнимашки, девочки Красавчик, спасибо Сфоткать вас? Мы только что отжимались Давай сфоткаемся Вау, вот это позирование Твэк есть Любую копеечку, которую можете скинуть, мы вам что угодно Мы можем вас сфоткать, рилс снять Спасибо большое Тысяч за пять отжиманий Давай Фига, у нас сегодня спорта Кто может, я уже не могу Давайте я отожмусь, это же мой канал, так никак Раз, два, три, четыре, пять Спасибо большое, пацаны Ребята, стойте, не убегайте Подождите, подождите, подождите Я вас поймала Я вас поймала Зачем, не надо Подождите, у вас шикарное пальто Минуту У нас сегодня челлендж 24 часа, мы зарабатывать пытаемся У нас другая команда есть Зарабатывать? Да Мы умеем делать Вот, а в Москве зарабатывать? Да, руками Мы только что отжались Мы можем вас сфоткать Мы можем вам подготовить какие-то луки классно Отможаться, приседать И любая денежка от вас Это вопрос жизни и смерти Скажите, да Я вам говорю Давай, давай Она вообще очень красивые стихи рассказывает Отлично Ясный полдень На исходе лето Шел старик дорогой полевой Вырыл вишню молодую где-то И довольно нес ее домой Он смотрел веселыми глазами На поля На дальнюю межу И подумал Дай-ка я на память У дороги вишню посажу Пусть растет большая-пребольшая Пусть идет и ввысь, и в ширину И дорогу нашу украшая Каждый год купает в цвету Путники в тени ее прилягут Отдохнуть в прохладе, в тишине И отведу в сочных, спелых ягод Может старцы вспомнят обо мне Они вспомнят эко и досада Я об этом вовсе не грущу Не хотят мне вспоминать Не надо Все равно я вишню Пассажир Очень, очень Нам сейчас мужчина переводит денежку Знаете, какую нам максимальную сумму переводили? Как вы думаете? Один рубль? Нет, сорок тысяч рублей за четыре приседания За четыре приседания? Можешь сказать Вообще Мы уже заставляли вас работать Могли просто перечислить Ну вот и уже сказали Стих рассказать Это тоже напряжение ротовой полости Зайка тебя обоняет Ты хорошая девчонка А если я расскажу, вы еще больше, можно? Х2 Нет, правда Давайте, да, рассказывай Ты меня не любишь, не жалеешь Разве я немного некрасив? И смотря в глаза, от страсти млеешь Мне на плечи руки опустил Молодая С чувствуем оскалом Разве я не нежен и не груб? Расскажи мне, сколько ты ласкалов? Сколько рук ты помнишь? Сколько губ? Знаю я, они прошли как тени Не коснувшись твоего огня Многим ты садилась на колени А теперь сидишь и у меня Пусть твои полузакрыты очи И ты думаешь о ком-нибудь другом Я и сам люблю тебя не очень Утопая вдаль, дорогом Этот пыл не называй судьбою Легкодуманная, вспыльчивая связь Как случайно встретились с тобою Так и вновь случайно разойдясь Да и ты пойдешь своей дорогой Разбирать ситуацию Ну и ты взял еще что-ли? Ну серьезная была просто Ау, ты лучшая просто Ты просто Спасибо, хорошего вечера Хорошего дня Мы бежали Короче ситуация такая Мы уже подходили к ЦУМу И тут мы увидели ребят Которые продают Вот такие вот холсты Которые они рисуют сами Вы их сами рисовали? Да Вот это сломался Вот этот я начавала Прям сегодня Так, и что, какие сколько стоят? Вот это две тысячи Вот это вот тысячу полторы Так Тысячу или полторы? Тысячу За две шестьсот пятьдесят что вы нам продадите? Вот эту Вот эти две давайте Вот это я самую первую Которую в жизни рисовала Не-не, дай им две шестьсот пятьдесят Вот сколько мы заработали фристайлом Да, ребята, пусть заработают Правильно, мы же заработали А они заработали Вот смотрите Как бы мы заработали И ребята тоже стоят Зарабатывают молодые Как бы если вы видите Тем более они Смотрите, они нарисовали Они старались Типа это своими руками Это ручной труд Поэтому это важно И я считаю, что мы хорошее дело сделали Ребят Мы сегодня показали Насколько руками зарабатывать Это непросто Поэтому пацанам поможем Вообще без проблем Молодцы пацанам Мы ждем девчонок Мы закончили наше собирание денег И их раздачу Вот И я сейчас должен уехать Потому что у меня дальше уже другая съемочка Вот И очень интересно Что там они заработали Но я думаю, мы это узнаем Примерно через Три, два, один Давайте подводить итог Вы выглядите так Как будто вы лям не заработали Вы тоже Нет, мы счастливые пипец Смотрите Мы своими железными руками Зарабатывали сегодня деньги Короче, в общей сложности У нас получилось 22 600 Но когда мы шли сюда Там были пацаны молодые Которые продавали нарисованные холсты И мы, короче, за 2 650 купили у них Чтобы они тоже заработали Потому что это важно В итоге у нас чистого дохода двадцатка Как вы думаете, какая точность цифра у нас? 69 тысяч Ого, вы настолько в нас верите Да Ну, просто вы Я хочу немного вас расстроить Как-то женщина сказала Посочувствовать Да, да, да Мы заработали 85 500 Нормально Нормально Я тоже хочу быть девочкой С красивой внешностью Ладно Что ж Гоните бабки сюда Пожалуйста Не, мы прийти сотку заработали И сходили в Сахалинка И фанули Так, значит Раз Два Три Четыре Итого у нас сейчас 105 тысяч Эти деньги Которые мы заработали Больше ста тысяч Рублей Нашими усилиями Без соцсетей Мы доказали опять Что мы сможем прожить Хотя бы один день Без соцсетей И не погибнем с голоду Ребят Что парни Что девушки Правда мы будем больше На широкую ногу жить Чем вы Но ничего страшного Ребят Эти деньги пойдут Не нам в карман Мы не пойдем на них Путить Или что-то себе покупать Мы хотим их Подать на одно Классное дело А какое Вы увидите Через несколько минут И хочу сказать Всем тем Кто смотрит этот видос И вложились Вот в эту сумму Большое вам спасибо Потому что вы Даже не зная того Приняли участие В классной благотворительности Итак Мы решили обрадовать Детишек из детдома Подарками на Новый год Накупили на всю сумму Приятных презентов И елочку с игрушками Чтобы у ребятишек Точно было новогоднее настроение Этот приют мы выбрали Не просто так В далеком 19-м году Палыч участвовал В пробеге по городам И одной из остановок В маршрутном листе Была Казань Там он с участниками пробега Посетил детдома Откуда мы и узнали Про это место Лиза Представитель детского центра Поделилась историей По какой причине Дети оказываются здесь И их условиями проживания И конечно Это трогает до глубины души И сразу хочется броситься И помочь им всем сразу Но Любую проблему Нужно решать поэтапно И я думаю Это неплохой первый шаг Также Лиза дала нам список пожеланий Мальчиков и девочек Так что все подарки Будут максимально долгожданными И как круто Что этим челленджем Мы позабавили вас Так еще и деньги На благое дело направили Передаю большие благодарности Тем людям Которые ненароком Поучаствовали в этом ролике Знаете Ваши мани Нашли лучшее применение Ставьте лайк Оставляйте комментарии И спасибо Что были с нами До новых встреч Кстати Как вы думаете Напишите в комментариях Если бы мы говорили С самого начала Что собираем деньги На благое дело Мы бы собрали Большую Или меньшую сумму Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому